Привет, друзья! Наконец-то я объявился, не запылился, и решил я продолжить свое повествование «Бизнес Латинской Америки». Думаю, что следует начать с того, что такое вообще бизнес в моем понимании, и как я его вижу. Для начала также скажу, что, конечно, на любую такую лекцию, повествование нужно настраиваться. Это не всегда просто, когда занят какой-то работой, дерганиной какой-то, не на все хватает времени, поэтому я буду выкладывать по мере возможностей, естественно, не каждый день. Но я думаю, попробую, чтобы было интересно. Во-первых, что такое в моем понимании бизнес? Ну, еще есть такое слово «предпринимательство». Если смотреть на формулировку правильно и не пытаться ее искажать, то я думаю, что, ну, во-первых, у меня опыт колоссальный, предпринимательство – это что-то предпринимать, чем-то заниматься, искать какие-то пути, которые тебе нравятся для того, чтобы семью снабжать средствами достаточными для жизнеобеспечения. «Бизнес» правильно переводится с английского языка. Это вообще, есть много таких выражений. «Бизнес» – это дело. Не твой типа «it's my business» – это мое дело, типа, мол, не лезть туда. Почему я выбрал направление Латинской Америки? Потому что я там прожил 10 лет. Я довольно неплохо знаю Буэнос-Айрес, его окрестности. И считаю, что в таких странах не обязательно Аргентина в данный момент сейчас, в таких странах, как Латинская Америка, или в странах второго, то ли третьего мира, хотя Аргентина никогда не была страной третьего мира, забитая, несчастная. В последнее время в ней очень сильно изменилось все. Но заниматься своим делом там, предпринимать что-то для этого, возможно. Что для этого нужно? Я сейчас сделаю маленькое отступление и скажу буквально, как вступление своеобразное. Один из подписчиков, я всех уважаю подписчиков, которые смотрят постепенно, всякая шелуха отсеялась. Я бизнесом занимаюсь очень-очень давно, предпринимательством тем более. Первый мой бизнес был, когда мне было там 12 или 13 лет, я умудрялся делать в советские даже времена, находить возможности для... чтобы не ходить только куда-то, где-то работать, а какие-то дополнительными средствами. Доработался до того, что был представителем девяти зарубежных компаний на Украине. По определенным причинам уехал, заблудился. Но вместе с тем, так как я по духу своему предприниматель, не стараюсь жить на одну зарплату, естественно, я ищу какие-то дополнительные средства, которые позволяют мне существовать. А в прошлом, так как я был довольно длительное время, довольно успешным предпринимателем или бизнесменом, и оказавшись в Латинской Америке, я тоже решил этим заниматься. И я буду рассказывать свои истории, вернее, свое видение, как заниматься предпринимательством и бизнесом. и буду приводить примеры из своей личной жизни, ну и жизни тех людей, которые хорошо знают. Имен, фамилии называть не буду. В моем понимании предпринимательство – это когда ты предпринимаешь какие-то действия, шаги и пытаешься работать сам на себя. И в основном в предпринимательстве может быть задействован ты лично, твои близкие, семья, да. А бизнес – это в основном построение бизнеса или своего дела, в котором участвуешь ты как генератор и используешь наемных людей. Я считаю, что это довольно правильная формулировка. Не буду сейчас касаться бизнеса больших корпораций, хотя с большими корпорациями работал. Не буду касаться каких-то огромных проектов. Буду касаться маленького бизнеса, граничащего с определенным видом предпринимательства. Времена меняются очень сильно. И то, что было 20-30 лет назад, ни в какое сравнение не идет уже с теми процессами, которые происходят сейчас. Кто-то говорит, что нужно заниматься электронной коммерцией. Я с этим согласен. Но в любом случае, для того, чтобы начать бизнес или быть предприимчивым человеком и предпринимать что-либо, нужно, я думаю, знание базовых составляющих, из чего все складывается. Невозможно человека, который по своему генетическому или какому-то другому строению приспособлен делать монотонную работу. Многим нравится ходить на завод. Допустим, я образно буду говорить. Делать какие-то определенные операции. И он этим доволен и получает свою, условно, там, зарплату или вознаграждение за свою работу. Будем же говорить о людях, которые вольные, непокорные, которые хотят работать сами на себя и хотят быть владельцами своего свободного времени. Когда-то, давно-давно еще, когда был Советский Союз, я предпринимал определенные направления в предпринимательстве. Очень была популярна книга Дейла Карнеги. Я сейчас ее даже не назову. Она тогда была своя. То есть, как вести взаимоотношения с людьми. Но что самое интересное, при том строении в Советском Союзе, который был, книгу Дейла Карнеги я довольно неплохо знал. Я уже многого не помню оттуда. Но к своему удивлению я нашел то, что те манеры и тот подход, который рекомендовал Дейл Карнеги для работы со своей клиентурой, она абсолютно никак не работала на территории бывшего Советского Союза и тех государств, или тех уже новых государств, таких как Украина, Белоруссия. То есть, она вообще не работает. И я, наблюдая за тем, что происходит на постсоветском пространстве, вижу, что это тоже не очень реально, потому что менталитет людей, которые живут на Западе, которые с первого дня привыкли к определенному набору поведенческих реакций, это выработано в процессе времени, оно никак не соответствует той действительности, которая проходит на территории постсоветского пространства. Буду говорить следующее. Понимая, что народ задает вопросы и интересуется этой темой, потому что ситуация на постсоветском пространстве, на территории Украины, России, коренным образом не изменяется, заниматься бизнесом довольно сложно. И многие думают, что бизнес, это когда у тебя дядя, тетя, или той кумбра, сват, где-то присосался к газовой трубе, каким-то ресурсным источником из государства, которое живет с налогов или с каких-то кредитов, и там где-то тебе спускает, скидывает какие-то там направления, которыми ты занимаешься, и строишь типа свой бизнес. Это ничего общего к бизнесу не имеет. Это просто определенные коррупционные схемы, которые вообще считаются, ну, нечистым бизнесом, нечистым делом, потому что бандитские дела – это тоже как бы бизнес, но мы об этом не говорим. Это любое дело, построенное на крови, заканчивается очень плачевно, тем же самым или, ну, большими проблемами в последующих поколениях. Поэтому будем говорить о чистом, красивом бизнесе, когда человек в свое удовольствие что-то делает, создает какие-то материальные богатства и за счет этого живет. Значит, наиболее удачно бизнесом может заниматься человек, которому нравится чем-то заниматься, и он, находя то, что ему нравится, это может быть даже посадка картошки или посадка бурячков или еще посадка хрена обычного. И от этого человек, развивая свои стремления, имея собственные навыки или желания это превратить в источник получения дохода, конечно, может развивать свои стремления и достигать довольно неплохих результатов. Допустим, в Гуэнос-Айресе многие, которые оттуда, или кто меня знает по Гуэнос-Айресу, знают, что есть такой Юра Хреновый, который на своем участке земли выращивал хрен и продавал его соотечественникам на территории, ну, возьмем Буэнос-Айреса. И, в принципе, спокойно жил, неплохо чухал, но деталей говорить не буду. То есть, если я на каком-то моменте работал на автобусе, крутил руль Юра, зарабатывал спокойно, в спокойной обстановке, производя качественную продукцию, он имел, наверное, то же, но я, если фигачил до 20 часов в сутки, для того, чтобы заработать свои деньги плюс экстра, он же, находясь на своем участке земли, в свое удовольствие, на чистом воздухе, на чистой водичке, на чистых продуктах питания, производил то, в чем нуждались люди. Так вот, это один маленький пример. Примеров много. Значит, когда вы выбираете свою страну? Я сейчас попробую перейти к каким-то таким пожеланиям, рекомендациям, сделаю такое отступление и заметку. Я к своим повествованиям не готовлюсь. Поэтому мне иногда важно сконцентрироваться для того, чтобы не скакать с одного мероприятия на другое. Но, если меня слушают те люди, которые хотят заниматься бизнесом, и у них есть такая предпринимательская жилка, меня поймут. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, поэтому в повествовании где-то будут пропуски, где-то будут добавления. Я думаю, это не важно. Так вот, когда вы выбираете страну, куда вы хотите переместиться? Для того, чтобы заняться бизнесом в ту страну, в которую вы едете, вы должны понимать следующее, что в высокоразвитых странах заняться своим делом очень сложно. И достигнуть очень больших результатов тоже непростое занятие. Возьмем сейчас такие страны, как постсоветского постранства, страны Латинской Америки. Возьму сейчас за эти. Может быть, Хорватия, та же Испания, какие-то страны, в которых есть какие-то огрехи или недостатки в системе управления или в системе учета, где можно найти нишу и где люди устроены специфически, где не бурлит в людях такая предпринимательская жилка, как у украинцев, русских, то есть тех, которые из постсоветского пространства, потому что так нас жизнь учила и так нас жизнь направляла, что у многих это появляется в экстремальных условиях, то есть проявлять какие-то свои способности. Так вот, сейчас буду говорить о Аргентине, но это может быть примену к любой стране Латинской Америки. В чем основная проблема, когда вы пребываете в новую страну? Ясно, это язык. Ясно, это то, что вы должны каким-то образом постичь традиции, культуры, что они едят, что они одеваются, какие стремления и вообще какие поведенческие реакции той или иной территории, на которую вы приехали. Почему? Это очень важно знать, это позволит вам более быстро сконцентрироваться и адаптироваться, то есть не войдя в воду, ты не будешь знать, что она мокрая, и пока ты не начнешь ловить рыбу, ты не поймешь, на какую наживку ее лучше ловить. Поэтому, приехали вы, допустим, в Латинскую Америку, в Буэнос-Айрес, вы должны знать, что Буэнос-Айрес – это своя схема жизни, пригороды – это своя система жизни, дальние территории живут тоже по своим законам, к которым вы должны адаптироваться. Да, есть возможность в интернете, но, на мой взгляд, интернет – это быстро меняющиеся, как мелькающие картинки на экране, какие-то товарные группы, с которых можно, в общем-то, жить, но нужно владеть максимально языком, максимально какими-то навыками владения интернета, знать, куда отправлять, что делать. И если в мою бытность, так называемая «Маркада Либре» или как бы в Европе «Ебэй» или «Амазон» – это тоже своя торговая платформа, позволяла торговать между разными странами Латинской Америки, насколько я знаю сейчас, трудно купить, допустим, с Бразилии, с Парагвая, какое-то изделие, которое в Аргентине стоит дешевле, получить там, где-то что-то накрутить, сделать упаковку, продать. Люди находят. Я точно так же занимался сетевым маркетингом, продавал довольно успешно сапплементы, но не столько успешно среди наших соотечественников, как среди местных жителей. Для этого опять язык нужен. Из моего опыта вы можете приехать, вначале вам кажется, о, можно и этим заниматься, можно и этим заниматься, можно и булочки пекти продавать, можно и плюшечки продавать, но все, которые уезжают, едут с каким-то минимальным количеством денег, минимальным, максимальным, в зависимости от суммы, которую вы привезете. Никогда за рубежом не ведитесь на принятие быстрых решений, особенно если вам предлагают соотечественники вот куда-то стать долей чего-то. Оказавшись за рубежом, зачастую в условиях необычных, многие ведутся на посолы, на рассказы, уже давно пребывающих, и попадают просто на бабки. Или люди, попавшие в ситуацию, когда вот я думал, это пойдет, это пойдет. Первое время вам должно быть нормальное жилье относительно, коммуникационные системы возле вас. Вы должны разобраться, как работает телефон, все остальное. Почему? Почему я говорю телефон? Казалось бы, банальные вещи. Аргентина является одной из уникальных стран, когда, если вы находитесь в Аргентине на мобильной связи, на контракте, я вам звоню туда, у вас за 10 минут улетает весь ваш контракт. То есть вы платите за входящие звонки, несмотря на то, что я из-за рубежа тоже плачу за эти звонки. Но сейчас есть варцапы, там разные системы. Это все да, но Аргентина специфическая. Поэтому, если вы вдруг приезжаете в Аргентину, мой совет, найдите жилье, найдите возможность рассмотреться, выбрать жилье в относительно удобном месте, чтобы у вас голова не болела от ночных бомжей или от каких-то нюансов. Вижа 31, Апачи или еще какие-то. Вижа Ретира, где у вас будет непредвиденные обстоятельства возникать довольно часто. И постепенно пытайтесь разобраться в местных газетах, это не самого высокого уровня, в желтой прессе, потому что там зачастую у вас возникнут какие-то идеи. То есть вам нужно войти в среду обитания, как вошли в местное болото, разобраться, что там, почем, какие дуют ветры, какие происходят течения. И если вы человек предприимчивый, видя, анализируя какие-то, о, этим можно заниматься, не спешите, никогда не спешите, потому что, находясь за рубежом, находясь вне территории дома, вам стены родные помогать не будут. Вам в любом случае должен быть запас и на мою точку зрения хотя бы минимум полгода прожить, год для того, чтобы вы разобрались, что вообще происходит, как работает банковская система, как работает система там рекламации и каких-то вещей. Если же вы приезжаете с маленькой суммой денег, я рекомендую все-таки устроиться на какую-либо работу для того, чтобы у вас был, пусть небольшой, но стабильный источник покрытия ваших расходов. Это позволит вам общаться с местным населением, практиковать свой язык, и одновременно в разговорах вы будете находить, что же на самом деле там интересно. И вот так шаг за шагом вы можете определить, к чему у вас есть стремление в данной стране заниматься. Может быть, через полгода вы скажете «Да, я напропадом!» и уедете куда-то дальше. Значит, можно наговорить много. Я постараюсь в таких своих повествованиях шаг за шагом рассказывать разные истории. Вот на заключении сегодняшнего дня расскажу такую историю. Лично знаю человека, назовем его Мигель, который с очень бедной семьи, но из местных. И он пытался заниматься разными вещами, разной чепухой, когда один из друзей ему предложил заниматься, это много-много лет назад, производством таких, как бы, кружков из теста, из которых делается импанатка, это национальная еда. Человек начал, у него пошло, в нему знакомый инвестировал оборудование, и так как парень был смышленый и быстро обучающийся, он довольно быстро встал на ноги и захватил нишу рынка, которую до него просто кто-то просмотрел. потом это пошло массово, потом это пошло везде. Допустим, это один из вариантов, я не буду деталей, сумм называть, это ни к чему, это точно так же можно бизнесом заниматься, вот в Буэнос-Айресе, было популярно, сейчас не знаю, думаю, остается. Это Лавадера, то есть там есть много людей и допустим не все хотят стирать у себя дома, предпочитают нести в такое Лавадера, это у вас такой маленький, маленькая территория, локаль, маленькая территория, комната, в которой стоит 10-20 стиральных машин и за определенную сумму денег люди приходят, вы просто арендуете такие машинки, это в Киеве было, это было на Украине, но так как у нас каждый старается иметь стиральную машинку дома, в Буэнос-Айресе допустим это было популярно, ну вы живете на квартире, а там квартиры сдают вообще без ничего, без ложек, вилок, иногда даже без туалетов, то есть человек приезжает и везет свои шкафы и там остальное, где-то что-то поменялось, но в основе остается это так, то есть человеку за собой тягать багаж всего сложновато, ему дешевле заплатить небольшие деньги пойти отдать постирают, могут погладить, могут химчистка, то есть такой своеобразный сервисный центр, и в странах, потом ареглядеропы, это когда человеку нужно подшить штаны, подшить еще что-то, тоже очень-очень популярно, особенно эти дела очень хороши, тогда когда в стране кризис, и когда люди пытаются сэкономить, естественно, они несут что-то подшить, несут что-то постирать, идут куда-то подстриться, потому что вот таких три базовых бизнеса, это постирушка одежды, ремонт одежды, и парикмахерские довольно популярны в Латинской Америке, особенно в Буэнос-Айресте. Влезть этот рынок с первого дня, со второго, очень сложно, я думаю, я эту тему буду продолжать, вы мне, кому интересно это смотреть, говорите, на что обращать внимание, я буду говорить о маленьких вещах, в которых наш народ был успешен, ну, естественно, это не может быть 100 долларов, или 500, или 1000 долларов в кармане, детали в этом бизнесе есть, не очень сложные, но их нужно знать, для того, чтобы не попасть в просаг, не просесть в деньгах, ну, и оставаться на плаву и расти. На заключение, опять же, еще раз заключение и делаю, в заключении скажу, у меня в Буэнос-Айресе была своя шиншилловая фирма, которую на одном из своих фильмов сказал, почему я ее закрыл и больше таким бизнесом не занимаюсь. Есть масса других бизнесов, и Латинская Америка может быть хорошей стартовой площадкой для того, чтобы там чем-либо заниматься, если вы туда уже приняли решение ехать. В развитых странах любой бизнес это вас обсядут налогами, колоссальные суммы в аренду и колоссальнейшая конкуренция, при которой при малейшей ошибке вы теряете свою нишу и восстановиться, стать на новую нишу, на это уходят года. С вами канал Компери и я Константин Перегуда. Задавайте ребята вопросы, давайте на эту тему говорить вместе. Я буду вести такие повествования. До коуча мне далеко, я этим не хочу заниматься, я об этом тоже поговорю в одном из своих следующих повествований. Bye.